Сказал поехали и махнул рукой здравствуйте меня зовут впрочем меня не зовут я прихожу сам и готовлю вам всякую всячину сегодня так что нам понадобится нам понадобится фарш говядина жирная по всем канонам в фарше или гамбурге должен быть примерно 30-30 процентов жира и лук на 1 килограмм мяса нужно примерно две небольшие луковицы первая пошла сейчас все разогреется я жарю лук до такой степени что он уже золотистый но еще не пригорел это самое лучшее состояние жареного лука он сладкий в этот момент вся вот эта вот горечь луковый аромат вкус уходит те кто не любит лук могут есть жареный лук он сладкий как варенье лук обжарен я для того чтобы исправиться от излишка простительного масла я его вот так вот процеджу сливаю все масло и и отправляю лук в фарш прямо в таком состоянии соль перец это перец в данном случае не жалеем перца тайна с этими замками которые хранят все повара получается вот в чем для того чтобы ваш фарш был в достаточной степени соленым и перченым нужно использовать следующее количество соли и перца на килограмм фарша 2 чайные ложки без горки соли 1 чайная ложка без горки перца я делаю это на глаз здесь уже ложкой не обойтись фарш нужно немножко помочь чтобы он впоследствии себя хорошо вел когда мясо и лук перемешались я начинаю лепить сами комбоги можно взять просто слепить вот такую вот котлетку а можно использовать что-то типа кольца специального кондитерского или какого-то я использовал кусок консервной банки когда мне нужно было сделать гамбургеры а кольца у меня не было пергамент смачиваю его клубу на него кольцо и перфаш креплю из него такой мясной снежок это чересчур много так снимаю кольцо так снимаю кольцо часа на три для того чтобы он соединился для того чтобы он подумал над своей судьбой и стал единым целым гамбургером если сейчас отправить его на огонь то есть великая вероятность того что он развалится отправляем его в холодильник и делаем его место берем другой гамбургер который только что вышел из холодильника берем его немножко формы обслуживаю и обслуживаю кольца очень хорошая кольца это В этот момент я беру булочку, булочку можно купить, специально булочкой на галку и тоже отправляю ее на год, делаю чуть сильнее. Я заранее нарезал немножко салата, это единственный случай, когда разрешаю резать салат Роман. Булочка тоже такая, немножко поджаривается, это важный изображающий манкер. Готовый лембовый на ощупь твердый, если он мягкий, если он позволяет все проклыть, то он еще не готов. Это нижняя сторона булочки, видите, в верхней стороне булочки я намажу чуть-чуть грачинкой, чуть-чуть майонеза. Гамбургер готов. Гамбургер запишет в полочке и говорит о том, что он уже идеален. Так, булочку надо не забыть на огне о том, как и. На верхнюю половину гамбургера я отправлю немножко птичка, листья, помидор. Гамбургер. Пару крадисовую. Салат и курят. Вуаля! Наш гамбургер готов. Можно зажарить коры картошки фри, купить 2 литра кока-колы, включить музыку потом же и обзорваться в воду. Вот так, как говорили, посреди. Вот так его едят. Субтитры сделал DimaTorzok